Теория хаоса Так, давайте начнем. Вот, мир юрского периода, теория хаоса. Втору. Сезон. Все, что мы знаем. Хотел бы сказать, в этом видео будут спойлеры. Дата выхода. Когда речь заходит о таких шоу, особенно учитывая их завершение, все хотят знать, будет ли следующий сезон. Учитывая, что Камтазия достигла пяти сезонов и была большим хитом, можно предположить, что новый сезон Теории хаоса, скорее всего, был бы заказан только из-за этого, из-за предсказания успеха. Посмотрев на предыдущее шоу, видно, что сезоны выходили каждые несколько месяцев. Например, первый вышел в сентябре 2020, а второй уже в январе 2021. Третий также вышел через несколько месяцев, в мае 2021. Показывает, что они хотели бы сохранить импульс шоу, чего немногие шоу делают на платформе. Учитывая, что первый сезон Теории хаоса завершился на огромном клиффхенгере, до того, что он установил второй сезон, думаю, что второй сезон определенно уже был в разработке, потому что с учетом того, как была структурирована история, они бы никогда не написали такой конец, надеясь не получить второй сезон. Думаю, что это точно. Если теория хаоса придерживается предыдущей шкалы, сезон должен быть завершен. Опираясь на успех, шоу на пятой строчке в топ-10 Великобритании на Netflix набрало 15 миллионов часов просмотров. У него хорошие показатели, что обещает шансы на второй сезон. Если смотреть на рейтинги, он показывает 7.7 на IMDb и 100% на Rotten Tomatoes. Это демонстрирует, что люди не только смотрят шоу, но и наслаждаются им. Все начальные знаки указывают на потенциальное получение зеленого света для нового сезона. Учитывая все это, возможно, второй сезон шоу будет примерно осенью 2024, думаю, о сентябре или октябре. Сравнивая с другими шоу, это не так уж и долго, приятно знать. В терминах сюжета множество вещей могут произойти при возвращении шоу. Однако пару вещей обязательно исследуют. Вероятно, первое будет связано с тем, что Бруклин все еще жива. Все были уверены, что Бруклин мертва. И каждый на Nublast 6 оплакивал ее. В конце последней серии мы видели, что Бруклин жива. Ей сказали, что Дадли убит. И она общалась через Dark Jurassic. Она общалась с Ронни. Это показывает, что, вероятно, есть раскол между присутствующими офицерами и их намерениями. Многие из них были завербованы для работы в ночных операциях, которые были сосредоточены исключительно на торговле динозаврами и их яйцами на каком-то черном рынке. Тем не менее, Ронни, похоже, не был замешан в этом. Бруклин, скорее всего, знает о Дадли и его причастности. И поскольку он исчез из поля зрения, это может привести к тому, что она почувствует, что может выйти из укрытия. Однако она может не знать о таинственном дрессировщике рапторов и брокере, что может быть опасно. Тем не менее, тот факт, что все считали, что Бруклин мертва, показывает, что она, возможно, знает о большей опасности, которая находится в игре. Поскольку ей приходилось скрывать себя. Кроме того, это также могло быть тем, что она искала. Я чувствую, что мы увидим, как ей удалось выжить в течение все это время. Что именно случилось с ней в ту ночь, когда она была замечена быть мертвой. И почему она работала с отцом Кэнди. Как это звучало, как в тот вечер она вела себя крайне подозрительно. Помимо основной истории Бруклина, касательно Дариуса и остальной команды, скорее всего мы увидим, как они исследуют ситуацию с брокером и делают все возможное, чтобы отстоять права динозавров. В первом эпизоде прозвучала радиопередача о разрыве среди людей. Некоторые не любят сосуществование с динозаврами, поэтому, возможно, мы увидим больше об этом и о жестоком обращении с ними. Также предполагаю, что группе придется осторожничать, потому что, скорее всего, загадочная дрессировщица рапторов вернется с местью. Мы знаем, что она сотрудничала с Дженсеном, и Дженсен работал с брокером. Возможно, она знает, куда следует лодка, на которой теперь находятся Дариус и остальные. Ее усталый взгляд на них в конце почти говорит о том, что она затаила на них обиду. Так что, надеюсь, мы не только узнаем больше о ней, ее происхождении и личности, но и... Мы также узнаем, почему она целится в эту группу. Если группа узнает, что Бруклин жива, это пройдет к концу сезона и станет следующим высоким клиффхенгером, выпущенным шоу. Помним, Дариус влюблен в нее, так же, как и Кенжи. Сейчас между Кенжи и Дариусом плохой крови нет, но если Бруклин объявится живой, интересно, повлияет ли это на дружбу, поскольку Бруклин может быть вынужден выбирать между ними или не выбирать вовсе. Вероятно, это добавит слой к уже сложной дружбе, которая загорится, если и когда Бруклин снова откроется группе. Как видите, много разных направлений, куда сюжет мог бы пойти при возвращении. Волнующе видеть, что произойдет и к чему именно Бруклин смотрит. Более того, мне очень интересно больше узнать о таинственном дрессировщике Рапторов. Актеры. В отношении актерского состава, я думаю, что это останется верным сериалу. Были некоторые изменения между Меловым периодом и теорией хаоса, но я бы рискнул предположить, что поскольку второй сезон не предполагает временной скачок, актерский состав, скорее всего, останется прежним. Значит, мы снова увидим Пола Микеля Уильямса как Дариуса, Даррена Барнетта как Кенджи, Шона Глембрана как Бена, Кусу Мохаммеда как Ясмину и Рейни Родригеса как Сэмми. Поскольку было выявлено, что Бруклин на самом деле жива, Джена Артега была Бруклин в предыдущем шоу, и я действительно задаюсь вопросом, вернут ли они ее. С 2020 года она стала, что можно только описать, как одна из главных восходящих звезд Голливуда. Среда для нее приоритет, и она, скорее всего, также участвовала во многих других телешоу и фильмах. Интересно, будет ли у нее время повторить ее роль. Так что это наводит меня на мысль, что они, вероятно, собираются переиграть Джену Артегу из-за столкновения графиков. Я думаю, что помимо этого мы, скорее всего, увидим, как персонаж Бруклин будет представлен нам в более серьезной манере. Кроме того, я также думаю, что с таинственной леди, управляющей Рапторами, которые были представлены. Я думаю, что в этом сезоне мы увидим официальный кастинг ее голоса будет объявлено, так как я полагаю, что она будет играть гораздо большую роль в сезонах развивать. Кроме того, я думаю, что в следующей части мы увидим много других новых персонажей. К сожалению, на данный момент это все, что известно о втором сезоне хаоса в мире юрского периода. Теория, но я уверен, что со временем появится больше информации, так что мы просто... Нам придется держать ухо в остро. Вот и все. Мир юрского периода. Теория хаоса второй сезон. Все, что мы знаем. Хотите видеть больше видео, объясненные концовки, теории, прогнозы, разборы персонажей в любимых телешоу? Кликните на карточку в углу. Кликните на карточку в углу.